Еду я по выбоинам, из выбоин не выеду я. Повторите скороговоркой эту фразу 10 раз и вы получите российскую действительность. Вот мне стало интересно, для чего каждый год нам делают вот такие сюрпризы? В качестве ямка дырочного ремонта. Нужен ли он вообще? Вообще, конечно, вопросов относительно состояния дорог у нас много. Но взять, к примеру, транспортный налог. Если бы я его оплатил, я бы задал бы вопрос господину Юрьевичу. Вы подняли транспортный налог в 5 раз, почти как в Москве. То есть мы так же хорошо жить стали, что ли? Такая же у нас средняя зарплата, как в Москве, да? Еще бы понятно, опять же, если бы я оплатил бы транспортный налог, мне был бы интересен ответ на вопрос. А зачем нам трассы М5, Уфа, Челябинск? Потому что дальше трассы-то и нет. Потому что дальше идет трасса через Казахстан, а у нас пока с ним еще не все настолько комильфо. Или будет комильфо? Вот это тоже вопрос. Но в любом случае, нужно ли ковыряться в дорогах, расковыривать вот эти ямки и потом их ремонтировать? Или проще по новой накатать? Хотя накатать из чего? Были бы деньги, накатали бы. И поэтому ямка дырочный ремонт. И мы не видим темпов автобана почему-то. Да и дорог новых-то не видим. А транспортный налог-то платим. Чуть-чуть это стало доставать, но выбор у нас будет. И сделаем мы свой выбор. А пока потерпим. Тем более, что запаса прочности хватит лет на пять. И чтобы не было так грустно, есть вещи, которые радуют. Дорожники начали ремонтировать то, что ранее было в полных лопухах. Эти дороги не знали ухода со времен Советского Союза. И скажем честно-то, как тогда дороги делались и как сейчас, это совершенно разные вещи. Сейчас даже ремонтируют их по-другому. Сейчас вот приходят новые технологии, да, есть новые добавки. То есть многие регионы используют, пытаются. Мы также вот пытаемся. Я думаю, что через год, через два что-то новое у нас будет. В ямочном ремонте, то есть будем потихонечку отходить от этого. Сейчас закупается техника новая. Ну, ямочный ремонт в ближайшем будущем, он так и будет, наверное, продолжаться. Ну, надо понимать, что это все-таки не деньги на ветер. Сколько может держать хорошо положенная ямка в условиях эксплуатации легкового автомобильного транспорта? Ну, в среднем держится где-то 2-3 года. То есть при соблюдении технологии, то есть это нормальный срок. То есть если срок эксплуатации дороги 5-10 лет, то для ямочного ремонта 2-3 года, это довольно-таки нормально. А вот этот участок решено было просто закатать заново. Представьте, полностью закатать внутриквартальную дорогу. Верится с трудом. Ну, вот она. Да еще и где, в районе вокзала. Здесь вообще то, что в кварталах дорогами с покрытием назвать-то не получается. Но есть единичные случаи. Я вот в Ленинском районе живу, и меня поражает тот факт, что самый такой спокойный, красивый, зеленый Ленинский район имеет абсолютно отвратительное дворовое покрытие. У вас оно как им было раньше? Ну, раньше у нас вообще ездить вообще невозможно было. Но сейчас, в принципе, более-менее стало. Как правило, ну, по отношению к тому, что раньше было, сейчас более-менее. Как бы ездить можно по кварталам ездить. Ну, по дорогам, как бы, не знаю, но, в принципе, по кварталам нормально стало. А вот то, что кто-то ковыряется и придумывает. Я не сторонник того, чтобы в каждом квартале были такие дороги, как и Южно-Автобановские. Но вот здесь можно и на роликах покататься. Так зачем же ковыряться? Я вот не понимаю этот вопрос. Я тоже не понимаю, зачем. Ну, в принципе, сделали для детей. Смотрю, дети и на роликах, и на велосипедах катаются. Раньше тут и пешком-то нельзя было пройти. А сейчас, да, конечно, можно и на роликах, и на самокате. Дети у меня сейчас вот, ребенок научился на велосипеде. Как бы и на самокате, и на велосипеде катаются. То есть, мы, в принципе, довольны. То, что раньше было и сейчас, как сделали. Ну, и чтобы понятно было. Вообще-то, крыс, в смысле животных, я люблю. Домашние крысы, это просто прелесть какая-то. Но крысы в человеческом обществе, это совершенно другая животина. Гадить из-под тишка, вот цель крысы. И мы имеем чисто российские примеры, как дободаться до столба, или пня, или куча навоза в поле. Человек такого склада характера сделает это всегда. В своем глазу бревна не заметит, но сделает. Еще более обидно, что таким человеком может быть и депутат. Еще хуже, когда и в его хозяйстве-то не все ладно. Так может быть, лучше у себя убрать, чем копать там, где сделано. И сделано хорошо. Для того, чтобы снять такую панорамку, необходимо оператору идти задним ходом. Плавно перебираю ножками. Это я вам рассказываю секреты творчества. А панорамку мы снимаем в Ленинском районе. И наверняка сейчас у моих любимых зрителей будут такие глаза. А где-то вы видели такой ровный асфальт в Ленинском районе. Особенно в районе вокзала. Ну вот здесь, на улице вокзальная 144. Ребята постарались и положили. Представляете, радость-то какая. У меня вот прям рядышком здесь мой квартал. И я, честно говоря, не думал даже о том, чтобы ребенку своему в будущем купить роликовые коньки. Потому что там и на велосипеде-то ехать как-то так немножко странновато. Я до сих пор удивляюсь, почему не развалился этот аппарат под названием коляска. Но тем не менее, кому-то не нравится вот такой асфальт. Подумайте сами, зачем ковыряться в тех вещах очевидных. Человек сделал грамотное дело, так вы радуйтесь. Кстати, если это делает народный избранник, я скажу, народный избранник. Ты занимайся, пожалуйста, своими делами, а не говоряй людей и не поднимай различные больные вопросы. А то вот выбрали ему тут одну девушку, и она классическим образом швырнула весь Ленинский район. Я ее в глаза-то и не видел. То есть давайте все будут заниматься своими делами. Кто-то будет класть асфальт, кто-то будет делать интересные передачи, а кто-то будет довольствоваться интересными передачами и вот таким хорошим асфальтом. Продолжение следует...